На Вламе снимают урожай огурцы и помидоры. И это несмотря на то, что на календаре только середина июня. Это стало возможно благодаря современным теплицам, где круглый год одинаково тепло. Как оснащены они, по последнему слову, техники? Елена Снитовская познакомилась с хозяйством обители и поняла, что монастырь это абсолютно автономная организация. От теплицы до братской трапезной она располагается в центральной усадьбе 5 минут ходу. Так что к столу монахи получают не просто свежие, а самые свежие овощи. Это репчатый лук, огурцы и помидоры. Пока, правда, немного. До 80 килограмм с квадратного метра. Такое урожай планируют снимать в течение года. Теплицы 400 квадратных метров оборудованы собственной метеостанцией, котельной и солнечными батареями. Внутри пульт управления. Мы можем сейчас открыть здесь форточки, например. Вот вы сейчас слышите, заработали форточки. Форточки они не только для проветривания, еще и для того, чтобы пчелы могли попасть внутрь. Дыни, например, без опыления не вырастить. Но она вырастет, наверное, еще полтора раза. Выращивать дыни и арбузы на Вуламе – традиция. Еще в 19 веке монахи так успешно это делали, что в 1824 году получили почетный диплом Парижской сельскохозяйственной выставки. Это при том, что ни климат, ни почва здесь к посадкам не располагают. Земля на Вуламе – это покрытая мхом скалы. Когда два с лишним века назад здесь зарождался монастырь, братья специально ездила на Большую землю за черноземом. И даже было такое правило – любой приезжающий на Вулам должен был привезти с собой мешок земли, а лучше несколько. Сегодня такого закона нет, но по традиции паломники, не все, конечно, некоторые привозят с собой такие вот пакеты с землей. На острове разбиты три сада. Это Нижний сад, самый старый. Некоторым деревьям по 160 лет. Их не срубают, берегут как историческую ценность. В принципе, здесь осталась только кора. Она вот на коре, вот и так и живет. Отец Георгий, главный агроном монастыря, объясняет – старые деревья урожая почти не дают. Это скорее дань памяти монахам, жившим здесь полтора века назад. Тогда каждый из них шествовал над одной из яблонь, поливал, удобрял, а кто-то еще и селекцией занимался. Это наши монахи вывели этот сорт. Но она и очень вкусная. Единственное чего, а точнее, кого не хватает в садах Валаама – это помощников. Сейчас на пять гектаров из постоянных тружеников всего два монаха. Зато на ферме она в противоположной от главной усадьбы стороны от ручного труда скоро уйдут совсем. Сербские рабочие строят новый комплекс. Летний лагерь и реконструкция мороженной фермы. Демонтаж коровника проводят аккуратно. Работа почти ювелирная. Кирпичную кладку необходимо сохранить. Это памятник архитектуры. Только стены, а все остальное здесь меняют. К осени помещения оснастят современной техникой и заведут в стойло коров. Идея состоит в том, чтобы не только труд монахов механизировать, но и контроль качества молока повысить, а заодно себестоимость продуктов снизить. Елена Снитовская, Дмитрий Филиппов, Александр Ковальчук. Последнее известие. Остров Валаам.